Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Национального маркетинга и HR-брендинга. Автор книги «Реальный пиар». На счету ее более 500 успешных проектов и множество лекций в ведущих вузах страны. Специалист по стратегическому управлению и развитию Екатерина Кармак. Здравствуйте, Катя. Добрый день. Итак, с чего же мы начнем? Вот из всего этого много можно о вас рассказывать. Что сейчас в фокусе вашего внимания? В фокусе моего внимания основные три фокуса, повторюсь. Это пиар, то есть я помогаю компаниям продвигать их, делать узнаваемыми. Вторая история, это я помогаю компаниям расти с помощью стратегических сессий. И также я консультирую по этим всем темам и по управлению командами будущего. Смотрите, команды, компании, они в этом нуждаются? Как это получается? Приходит к вам директор, владелец компании, говорит, Екатерина, спасайте. Вот ну никак не получается сделать мне из вот этих вот ребят, каких-то неорганизованных, настоящую сплоченную команду. Как происходит это вообще? Что касаемо стратегического развития организации, действительно, только сейчас. Это в Америке везде это более 50 лет уже. И только сейчас это все появляется так последние 10 лет в России, когда компании понимают, что им нужны миссии, им нужны ценности, им нужны команды, нужно зажигать, вдохновлять. Такая своя религия получается у них. Да, конечно. Миссия ценности. Это ценности, это про религию. Это, по сути, как заветы в Библии. Это что мы делаем, а что для нас смертные грехи. То есть это вот такая история. И вы вот это приходите и говорите, давайте сделаем вот такие заповеди. Или как это вообще? Да, так как я считаю, что консультанты не могут придумать вам ни миссии, ни ценности. Ну вот сейчас вам скажи, что вы там с сегодняшнего дня, не знаю, нечестная организация. Вы сможете так работать? Нет. Я считаю, что только тогда, когда мы вместе с сотрудниками берем и эти ценности вырабатываем, только тогда они их принимают как свои. И то же самое со стратегией. Когда просто стратегию компании свалить сверху и сказать, мы работаем так, через 10 лет мы должны быть теми-то. Люди не чувствуют сопричастности, они не чувствуют вовлеченности. Им не хочется в этом работать, потому что они не понимают, почему мы, почему так. Лидер придумал, что мы должны быть такие. Поэтому, конечно, это про осознанных лидеров, про таких, которые с нами уже прокачаны. Кать, как это происходит? Вы приходите, допустим, какая-то аудитория, сидит вся компания или верхушка компании, и вы начинаете им что-то вот как вообще? Магия. Магия, да, чудеса. Да. По-разному. Мы делаем, сначала мы делаем аудит, обязательно смотрим вообще, есть ли в этом потребность и зачем. Если люди хотят зажечь команду, то зачем, да, что с ней не так. А если люди хотят миссию ценностей, то опять же зачем, не всем это надо. Если нам нужна какая-то новая идея, например, приходит предприниматель, говорит, у нас не хватает идей, как развить свой продукт, тогда мы делаем мозговой штурм. То есть сначала мы смотрим, что есть, что хотят, куда хотят прийти, и потом уже проводим некие обряды, стратегические сессии, мероприятия выездные, на которых уже добиваемся этой цели. Смотрите, то есть вы говорите «мы». У вас большая компания с вами еще? Сколько человек и чем они занимаются? Ну, на самом деле компания небольшая, потому что я, как правильный предприниматель, не очень умею делегировать, да, и мне очень трудно какую-то ответственность отдавать, да, но, соответственно, да, есть команды, которые помогают, ассистенты на мероприятиях, и которые помогают там связываться с компаниями, консультировать, аудит делать. Ну вот самые маленькие компании, с которыми вы работали, ну, по численности людей, да, и самые большие, и сколько времени уходит на то, чтобы привести в порядок мотивацию и вот эти стратегические цели в маленьких и больших компаниях? Сколько это вообще? Самые маленькие – это, наверное, 50, где-то 60 человек, самые большие – около 5000 человек, вот, и, ну, тут не зависит, иногда бывает суперкреативная компания, которая на 10 человек, которые понимают, что хотят большого будущего для своей компании, и они не на год, не на два, а на долго в этом мире, тогда им тоже это подойдет, поэтому это вообще не про размер, именно здесь размер не имеет значения. Люди, которые нас смотрят, слушают, чем мы сейчас можем быть для них полезными, Катя? Вот не у каждого человека, который наши зрители, слушатели, есть своя компания, но каждый управляет самим собой. О каких вопросах вы посоветуете им задуматься? Я бы советую задуматься, что у человека тоже должны быть миссии и ценности, они у нас есть, и обязательно хотя бы раз в год сверяться с теми, потому что если ваши цели, которые вы ставите, да, я, например, рекомендую ставить на год, на месяц обязательно, и если ваши ценности начинают расходиться с вашими целями, то это очень страшно, поэтому я рекомендую думать над своей миссией вообще зачем ты, в принципе, да, зачем ты создаешь что-то или зачем ты на кого-то работаешь или зачем, ну, то есть что-то дальше, чем просто зарабатывание денег и над своим видением. Также тем людям, которые еще не в своем бизнесе или не планируют, я считаю, что надо обязательно с точки зрения пиара прокачивать себя и прокачивать вот свою узнаваемость, потому что кем бы вы ни были, классным официантом, прекрасным ведущим или еще кем-то, если вас знают, да, если вас узнают, то вы всегда будете востребованы, поэтому пиар, он нужен всем. С чего начать, чтобы построить свой персональный брендинг? Ну, смотрите, есть две истории. Первая, вы прокачиваете экспертность, то есть прежде чем мы упакуем продукт, то есть вас надо упаковать. Мы говорим о том, что у нас есть такой-то радиоведущий, у него должны быть все-все-все вещи узнаваемые, ну, хотя бы сайт, там, презентация, соцсети, аватарки, то есть мы говорим о том, кто вы, мы упаковываем продукт. Ну, да, такая упаковочка, то есть пока мы вас не упакуем, нельзя продвигать и транслировать. Дальше мы экспертность вашу качаем, то есть мы понимаем, что если хороший специалист-эксперт, он должен быть где-то появляться, мы смотрим мероприятия, которые, например, есть по вашему профилю, вы идете туда, выступаете, или делаете комментарии в средствах массовой информации к каким-то статьям, или сами что-то, например, заводите блог, что-то начинаете рассказывать. То есть такой вот качаем экспертность, а потом уже можно это транслировать, дальше уже это продвигать. Вот смотрите, простой пример, человек, который прекрасно предоставляет своим соседям, может быть, в своем микрорайоне, сантехнические услуги. То есть он может прийти к вам и сказать, Екатерина, я хочу стать самым известным сантехником на планете Земля. Вы ему поможете? Чисто гипотетически, да, конечно, если у него будет возможность оплатить наши услуги. Конечно, либо он может прийти на лекцию в сити-класс, послушать и понять, как продвигать себя самому, да, потому что, опять же, такие лекции, как в сити-классе, они сделаны для того, чтобы люди, те, которые у них еще нет возможности, или они не поняли, для них это или нет, чтобы они пришли, послушали и примерили это на себя вообще, это про меня или нет. И он прекрасный сантехник, идет на лекцию и понимает, что ему делать, топ-10 шагов, что им сделать. Немножко давайте про лекции в сити-классе, мы знаем, их любим, сити-классу большой привет. Значит, когда, что мы можем там узнать, придя на ваш мастер-класс? Есть у нас три сейчас мастер-класса, три направления, по которым первое, это как раз-таки про пиар, да, как продвигать реальный пиар, как продвигать свою компанию. То есть как раз-таки берет наш сантехник, приходит и понимает, куда им идти. Вторая история, это про большую идею бизнеса, это как раз про миссию ценности, зачем они нужны компании, нужны ли они вообще. Это опять же, предприниматель любого уровня приходит, и мы разбираемся, как это придумать. Это не должно быть из головы, это от сердца. И третья история, это как раз про компании будущего и как управлять командой в компаниях будущего, что такое организация будущего. Лучшее в стране. Дорогие друзья, мы продолжаем это телерадио-канал Страна ФМ, программа «Лучшее в стране». Екатерина Кармак у нас в гостях, специалист по стратегическому управлению и развитию. Если хотите расти над собой, если хотите, чтобы ваша компашка стала компанией, тогда приходите в сити-класс, там будет выступать Екатерина и расскажет вам, как все это сделать. Даты, Кать, можем сказать? Да, я подсмотрю. Пожалуйста. Смотрите, 16 апреля у нас про пиар. Как раз таки мы говорим для тех, кто либо собирается что-то создать, это неважно, либо у вас что-то есть уже. Как раз мы поговорим про продвижение, как это сделать с минимальным бюджетом, быстро, качественно и хорошо. И самому, и не надо никого для этого нанимать. 13 мая мы как раз говорим про организации будущего и 20 трендов управления командой. То есть, что надо делать с людьми, что не надо делать, чтобы они любили, хотели, горели, приходить на работу и хотели реализовывать ваши планы. 4 июня у нас большая идея бизнеса, зачем компании нужны миссии, ценности, видения. И вообще надо это, либо это какая-то такая ерунда, навеянная нам сверху. 8 июля у нас пиар, опять 29 июля организации будущего, 20 трендов управления командой. И 20 августа большая идея бизнеса, зачем компании нужны миссии, ценности, приходить. Ну смотри, на сети-классе все это можно увидеть, записаться. Ну вот как раз новое расписание в конце недели согласовываю, я думаю, да, уже в начале недели будет это, да. Большие группы и сколько по времени мастер-класс длится? 2-3 часа длится мастер-класс, но опять же группы разные, но это такие темы, которые более камерные. Это не как там на 500 человек, да, у меня есть выступление. Ну сколько вот? Ну это там 15-20 человек. То есть можно, чтобы можно было проработать каждого. Человек встает, сидит и говорит, там, я как раз-таки сантехник, а другой говорит, я директор завода. И чтобы можно было детально каждый кейс, если есть необходимость, дать обратную связь. Обязательно, чтобы это не был монолог. Люди сейчас в инстаграмах себя достаточно хорошо рекламируют и прокачивают эти инстаграмы, как скажете, как специалист. Как специалист, да, но соцсети и СММ немножко другое, но, конечно, сейчас трудно. Ну рекламируют себя вроде. Трудно отрицать, на самом деле, роль соцсетей в нашем мире. Действительно, соцсети уже превалируют над рекламой, соцсети это просто какой-то тренд, поэтому, конечно, я за то, чтобы компании были представлены в соцсетях. Это обязательно важно, потому что либо ваши конкуренты будут представлены, даже если вы что-то делаете, не знаю, дома сам, будьте представлены в соцсетях, да. Эмоциональный маркетинг, Катя, что вот это такое? Ну это пошло, эмоциональный маркетинг, он про то, что мы не всегда принимаем, то есть мы сначала принимаем решение сердцем, а потом уже подтягиваем логические объяснения. Почему мы так? То есть мы можем возвращаться в одну и ту же гостиницу, или можем возвращаться в одно и то же кафе, и не понимать почему. А нас просто назвали по имени, или нам сказали «Доброе утро», или нам в гостинице оставили какой-то комплимент в виде шоколадочки, или, например, вчера я ужинала, да, там принесли в подарок напиток, какой-то шиповник там с корицей. Я его не пила, но это все равно приятно, и потом там кусочек сыра, да. То есть это вопрос того, что какие-то фишки, я считаю, что каждый бизнес может найти свои фишки и отличаться чем-то, потому что именно по таким эмоциональным триггерам вас потом вспоминают и к вам хотят возвращаться. То есть если человек не понимает, а его манит. Такой крючочек получается. Да, 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 это такой вот, просто это вот когда в сердце ты цепляешься, поэтому таких фишек можно найти у любого абсолютно бизнеса, просто мы берем путь клиента и по нему смотрим, где-где можно зацепиться. Вы говорите о каких-нибудь новых, может быть, даже направлениях бизнеса будущего. Рассказывайте, какие-то футурологи, может быть, с вами сотрудничают. Ну, потому что люди, которые занимаются бизнесом, да, они же думают, ну вот сегодня мы занимаемся этой продукцией, а что будет в этом стремительно развивающемся мире лет через 10 или 20 в этом плане как? Ну, на мой взгляд, что касаемо логики этого вопроса, то, конечно, очень много роботизируется. Поэтому я понимаю, что очень многие профессии действительно умрут, вымрут, и надо об этом думать. То есть достаточно посчитать там физика будущего, физика вещей, очень много книг на эту тему, где действительно тебе дается подтверждение тому, что твоей профессии через 10 лет не будет, да. Вот. А вторая история, я, конечно, считаю, что организация будущего, ну, организация — это про людей, она все равно про команды. Людей ты никуда не денешь, поэтому меняется очень сильно подход к людям. Ты не можешь уже ему свалить приказ сверху и сказать, что делай так, ты надо доверять людям, да, поменять контроль на доверие, надо с ними советоваться, чтобы они вовлекались, как мы будем делать, что мы будем планировать. То есть очень сильно, вот для меня про будущее, очень сильно меняется подход с людьми. Вот сейчас люди не хотят работать там, где они не понимают, зачем. То есть они хотят не просто приходить зарабатывать деньги, а хотят понимать, зачем вообще, какая будет польза миру, компании, что мы делаем, большая идея бизнеса. — Смотрите, хотел спросить по поводу руководителей. Они же приходят, и они же очень разные люди. Бывают такие волевые, авторитарные люди, которые не совсем готовы меняться уже, вроде они вот сложились, и они были успешны в этом своем характере, с этим авторитарным стилем. Вы как-то рассказываете, что может быть другой взгляд на управление командами? Вот с этими, с боссами ведете беседы? — Боссы — это, конечно, прекрасное. Боссы, тут загвоздка в том, что иногда приходит лидер и говорит, я хочу вот там себе такую команду самоуправляемую, чтобы они сами понимали, как им действовать, сами на себя брали ответственность, были такие классные. А сам понимаешь, что этот босс, он не отдаст ни на секундочку ответственность, он привык сам все контролировать, он привык сам все держать, все вот четко отдавать приказы. И, конечно, тут надо перестроить мозг и понять, лидер всегда на одну ступень выше по эволюции, чем команды. И если ты сам там не выше команды по эволюции, сам не понимаешь, что самоуправление возможно, или о том, что людям надо доверять, или давать им больше полномочий, или когда они хотят работать из дома, спокойно к этому относиться и понимать, что есть просто задача. — Не думать, что дома будут играть в компьютерные игры. — Да, он так же сидит, играет на работе. Поэтому, конечно, от лидера очень много зависит. И тут вопрос того, что когда лидер просто хочет себе какую-то игрушку и что-то сделать с компанией, но не понимает, зачем, и сам это не разделяет, это трудно. Но это все излечимо. — За сколько по времени? — Вообще зависит от разной компании. Некоторым требуется одна сессия, один день мы въезжаем, и люди, да, но перед этим большая исследовательская работа, месяц, да. Но в среднем месяц-полтора до, допустим, стратегической сессии. И потом там в течение, я считаю, в течение 3-6 месяцев компания может полностью поменять. И у нее будет миссия, ценности, и будет гореть команда. — Катя, вот команды российские, команды, например, европейские, американские, управление, коллектив, вот эти миссии, они как-то отличаются страна от страны? Наши, они уже такие же, как те, или те, может быть, как наши стали? Как вот здесь? — Ну, есть красивая картинка, да, которую мы, например, знаем про американские команды или европейские, например, «Понтагон» или «Запос» или какие-то другие там компании, и, конечно, которые они позиционируют, что у них вообще все волшебно, да. Но вот в любом случае большой тренд в компаниях европейских, в американских — это на то, чтобы больше доверять людям как раз-таки, и о том, что от команды многое зависит. Там очень мало того, что лидер тянет на себя, то есть гораздо они выше по уровню эволюции, чем мы пока, к сожалению. Ну, а в России, опять же, очень приятно, что появляются такие команды, там, как «Вкусвил», как «Точка», как «Оскона», «Фабрика окон», которые действительно, они уже понимают, это действительно прокаченные компании, которые понимают, ну, вообще, зачем миссия, зачем ценности, и вообще, куда мы идем, и уделяют очень большое внимание команде. То есть, например, «Вкусвил» же вам пишет, да, что если продукция не понравится, верните. Это же про доверие, это их ценности, которые они транслируют таким образом. Давайте об этом задумываемся сейчас. Вы мне доверяете, мы вернемся. Оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Друзья, Екатерина Кармак в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», эксперт сити-класса, кроме того, специалист по стратегическому управлению и развитию. Но не всегда, наверное, Екатерина была такой успешной. Как дела были в школе? Расскажите, как все начиналось, Катя? Интересно же. Уже стыдно. В школе я была троечницей, я очень не любила школу, и мне туда не нравилось ходить. Но потом были красные дипломы и прочее. Я заканчивала пиар, то есть прям связь с общественностью, это было в 2005 году. Потом как-то появился плавно прирост маркетинг, потом прирост эмоциональный маркетинг, потом HR. И вот пиаре я уже 15 лет, и последние 7 лет я как раз-таки поняла, что приходя и продвигая компанию, что надо, как бы так или иначе, я ковыряюсь внутри. Я смотрю, что с командой, что с миссиями, что с цензами, потому что невозможно продвигать, если этот продукт не упакован. И в тот момент я начала делать стратегические сессии, форсайт-сессии, которые помогают компаниям расти, то есть найти идеологию или стратегию развития. Слушайте, а как вы нашли свой путь вот этот вот в пиар? Ну, например, девушка заканчивает школу, перед ней все пути открыты. Ну, почему вот пиар в данном случае у вас? В моем случае все очень примитивно, потому что была версия юридическая история, потому что есть династия юридическая. И папа сказал, какая-то новая профессия пиар. Я даже не знала, что это такое, просто доверилась. Так как доверилась, потому что что-то новое мне интересно. Я поняла, что там надо креативить, создавать и что-то делать. То есть мне это всегда было интересно. Что мы скажем людям, которым сейчас 16-17 лет, стоит ли идти в эту профессию? Что в ней хорошего, клевого для молодежи? Что в ней сложного? Хороший вопрос, но сложный. Ну, что скажем? Во-первых, скажем то, что обязательно растите постоянно. Я обожаю эту фразу, что все или растет, или умирает. И я искренне считаю, что ровно тогда, когда ты останавливаешься, все. Поэтому я очень за вот это короткое образование, которое сейчас, такие как Сити-класс, какие-то самому развиваться ролики, потому что ты просто пришел, у тебя за 2-3 часа новый абсолютно контент. У Сити-класса более 10 тысяч тем, более 300 экспертов. Ты можешь найти вообще все, что угодно для души. Хоть кулинаром, хоть кем, хоть бизнес, хоть кадры. То есть это очень сейчас эра быстрого образования. Я считаю, что высшее, ну, надо выбирать как-то осознанно, но не думать, что ты в этой профессии будешь через 5 лет. Вот мое субъективное... Что она вообще останется, сама профессия. Да, так как я сама преподаю в вузах, я понимаю, что 99% что в этой профессии. Да, можно, если ты хочешь, чтобы она осталась, то это IT, программирование, управление большими данными, бигдата, может быть, такие вещи. Да, искусственный интеллект, тогда да. А так выбирать что-то просто как платформу, как базис. Но никогда не останавливаться, вот эти короткие образования, просто вот учиться. Слушайте, а лекции, Катя, где-то вы ведь проводите лекции, как-то можно на них попасть? Ну, сити-класс мы уже поняли, мы зайдем на сайт сити-класса, посмотрим темы, посмотрим даты, запишемся и так далее. Но еще где-то вы выступаете как спикер? Да. Там можно оказаться? И какие темы? Могу, да, ну, например, в институтах, тогда туда надо поступить, или 7 апреля, например, в Технополисе, международная конференция для детских клубов, или, например, Барнаул, то есть, в принципе, есть, конечно, афиша моих выступлений по разным темам в разных городах России, абсолютно на разных площадках. Значит, есть еще книга. Да. Книга называется «Реальный пиар». Что за реальный, где эту книгу можно найти и что там вы написали? Книгу «Реальный пиар» можно найти везде, Амазон, Озон, везде-везде-везде, абсолютно на всех площадках. Литрес. Когда мне надоело отказывать клиентам, когда я прихожу и понимаю, что они с этим пиаром могут справиться сами, или у них еще не настолько болит. То есть не все так плохо. Да, не все так плохо. Ну и плюс не всем абсолютно нужен прям пиарщик в компанию, да, и там достаточно просто какие-то вещи внедрить. Я написала вот эти 100 советов, которые, взяв там хотя бы несколько, человек уже повысит свою узнаваемость и прибыль. И то есть абсолютно простая книга, которую я написала именно не для специалистов, чтобы человек просто взял, внедрил и пошел. Очень прям коротко, лаконично, и вот такие мои прям экспресс-советы. Эти советы что людям позволят сделать? Как трансформировать свою жизнь? В какую сторону? Ну, как раз-таки совет по реальному пиару. Вот сидит человек, у него там маникюрный салон, да, там два человека, и он берет, вот берет три совета, например, работать с блогерами, или, не знаю, там брать отзывы, да, и размещать их там-то. И просто берет и внедряет. Если ты хотя бы внедришь оттуда там два-три, две-три вещи, то обязательно поменяется, то есть пиар прокачаешь уже. Ну, можно 100 внедрить, и тогда будешь уже такой Яндексом. Ну, смотрите, есть люди, которые экстраверты, наверное, это им проще сделать, а есть люди-интроверты, они вроде и понимают, но не знаю, с чего начать, как-то стесняются, за руку, наверное, надо ввести таких людей в пиар. Что? Для них есть какие-то рецепты? Не бояться этого. Для них есть очень хороший рецепт, это просто делать классный продукт и любить своих клиентов. И тогда можно вообще никому никогда ничего не платить, просто если ты делаешь хороший продукт, за который тебе не стыдно, честный продукт настоящий, который помогает кому-то, и просто любишь своих клиентов, и любишь в каждом моменте, не только когда они, там, до того, как они отдали тебе деньги, это ошибка российского бизнеса, да, любить только тогда, когда они отдали тебе деньги, а потом уже не важно. А любить и после, это же как в отношениях, если ты перестаешь заботиться, не знаю, дарить цветы, говорить хорошие вещи, то любовь, она куда-то проходит, и, соответственно, тут про то же, если хочешь поддерживать отношения, хочешь, чтобы к тебе возвращались, то продолжай любить. Сейчас российские бизнесмены прибавили громкость в страны ФМ, и говорят, Кать, а что еще-то нам надо, вот кроме этого? Что еще мы делаем не так? Ну, зависит, конечно, от бизнеса, да, я бы не сказала, что не так. Все все делают так, все делают так, как умеют, да? Ну, понятно, она-то хорошо. Да, но, соответственно, я считаю, что первоначально начинайте, странно начинать пиар, если вы реально не любите команду, не уважаете свою команду, потому что это ваши евангелисты, которые, они закончили, если он выходит и говорит там своим близким, какой ужас, мне было ужасно вообще, я видеть не могу эту компанию, начальник там, пип, да, то как бы ничего, вам никакой пиар не поможет. Поэтому для начала это, конечно, делайте классный продукт, любите клиентов и любите команду, да, вкладывайте в свою команду, спрашивайте у нее там, интересуйтесь, то есть люди действительно хотят быть вовлеченными, но для этого надо интересоваться, надо немножко убрать вот эту границу, у нас очень есть большая граница в российском бизнесе между лидером и такая вот субординация, немножко убрать. Ну, а что мешает убрать? Вот, например, сегодня день смеха, да, как-то в компаниях, ну, там же, например, на Западе, да, в Америке, в Европе, там вот эта граница, она насколько сильна, насколько чувствуется? Ну, те компании, которые я видела, да, там, которые была на стажировках, там, в Японии, в Америке, в Европе, мне кажется, вот эта вот излишняя серьезность, которой, как бы, серьезность не равно увеличение прибыли, да, и я бы вот как раз советовала нашим компаниям немножко чуть быть, да, это вот, например, там, как бейби-клуб, да, берут, они просто поздравляют с выходом на работу, с первым днем работы или с тем, что у тебя появился ребенок, ну, то есть немножко больше внимания дать компании. Человеченки. Человеченки, да, человеченки, прекрасное выражение, возьму себе. Да, друзья, и пока Катя записывает человеченку, у нас сейчас в эфире «Музычка на стране ФМ». Дамы и господа, Екатерина Кармак в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ», специалист по стратегическому управлению и развитию, эксперт сити-класса, консультант в сфере эмоционального маркетинга и HR-брендинга, автор книги «Реальный пиар». Итак, что необходимо нам делать, чтобы стать вообще человеком счастливым? Потому что, ну, прежде всего, вся эта суета в жизни, на работе, карьера, мы же все стремимся к счастью. Что по поводу счастья говорят специалисты вашего уровня и вашей квалификации, Екатерина? Неожиданный вопрос. Ну а как? Все, ради чего? Человек идет свергать какие-то там, не знаю, компании, конкурентов, зарабатывать миллионы? Смотрите «Страна ФМ», потому что тут все по-честному, да, а вопросы не договариваются заранее. Катя, ну как можно договариваться? Прошу вас. Хорошо, счастье. Что счастье? Счастью быть, счастье есть. Ну, я считаю, что вот мое искреннее убеждение, что человек может быть счастлив только тогда, когда он получает удовольствие от того, что он делает. У меня лично нет разделения между работой и отдыхом, да, то есть я понимаю, что постоянно что-то там придумываешь, постоянно что-то делаешь, хотя я безумно люблю путешествовать, это меня вдохновляет, это прям для меня такой триггер. Но мне кажется, ты счастлив, когда у тебя нет такого, что ты проснулся, там, будильник, «О, боже, мне опять на работу, там, с работы». Когда ты делаешь то, от чего получаешь удовольствие, то, что нужно миру, нужно тебе, и то, что ты понимаешь свою большую цель, свою идею, кем ты хочешь быть через, там, 10 лет, чем ты через 15, как ты хочешь, чтобы тебя запомнили. Есть прекрасные упражнения, напиши «Некролог», да, как тебя вспомнят. Поэтому, на мой взгляд, делать то, от чего ты получаешь удовольствие. Смотрите, люди, компании, которые к вам приходят за советами, за консультациями, за тренингами, они после этого как-то обратную связь дают? Екатерина, мы вот применили, получили то, и вот что? Как они меняются? Расскажите об этом. Конечно, наша задача расти – это рост компании, проектов людей. И, то есть, тут два фактора. Мы можем дать все, что только можно, но если, когда мы уходим и закрываем дверь, в компании начинается все по-старому, да, мы договорились, мы сели за два дня, договорились. Механизм вы не построили. Не мы не построили, они не захотели. Мы всегда в конце прописываем шаги, что они делают, как они внедряют, да, и то есть, когда кто за что отвечает. И, конечно, если они просто сожгли эти листы и не стали это ничего делать, и все, ну, все останется… Тогда и психотерапевту. Если делать то же самое, все останется так же, да, глупо ждать другой результат. Да, поэтому, ну, 90% у них меняется, конечно, в зависимости от задачи. То есть, либо люди понимают свою большую цель, либо они находят стратегию, либо мы проходим мозговой штурм, они понимают какие-то идеи, как им продвинуть новые продукты. То есть, конечно, в основном меняется. Наступила весна, Катя. И в этой связи хотелось бы вас спросить не только о работе, но и про отдых. А как правильно отдыхать, чтобы были какие-то креативные мысли у человека в голове, ну, чтобы как-то чувствовать, что живешь? Как вот специалисты на этот счет? Я, честно, спасаюсь путешествиями. То есть, это для меня очень важно, и для меня это прямо такая одна из важнейших ценностей, потому что я считаю, что если ты вот новые впечатления, воспоминания, эмоции, они тебе дают энергию. А предприниматели и вообще человек, он же все из состояния, все из энергии творит, и поэтому, когда у нас его нет, то это очень сложно. Поэтому для меня восстановление – это путешествие, и обязательно хотя бы день в неделю замедляться, просто позволить себе ничего не делать. Это очень сложно, но позволять. Также я спасаюсь книгами, то есть для меня чтение книг – это прям большая я. А давайте-ка топ-3. Екатерина, Кармак. Топ-3. Топ-3 сложно, потому что я стараюсь 6-7 книг в месяц как минимум читать. Ну, например, из последнего, ну, из последнего специализированные, ну, хорошо, ну, Атланты, конечно, потом… Айн Рент, Атлант расправил плечи. Да, 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 спасибо, Роман. Потом Корпоративный код сейчас, прям вот читала совершенно недавно, буду из последних каких-то назвать, как раз про шикарные команды, про Пантагонию, про компанию, которая потрясающая на теме социальной ответственности, это компания, которая делает горнолыжное вот снаряжение в Америке, и о том, как они начинали, и что для них, какие ценности, доставляя счастье Тони Шейн, это как раз про компанию Запус. Ну, вот я такие люблю, либо истории успеха, либо про компании, которые такие осознанные. То есть очень многого обязательно можно меня найти, я скину свой топ-100, потому что топ-6 – это сложно. Топ-100, хорошо. А может быть, в Инстаграме? Великий по собственному выбору, классная тоже книга. Кать, может, в Инстаграме напишите? Да, Катерина Кармак можно, да, с удовольствием. Ну, топ-100-то, как раз вот сейчас. Друзья, мы от всех читателей уже Екатерине даем запрос, и она говорит, что напишет. Значит, давайте еще раз напомним про сити-классы, что можно будет прийти на курсы, и все эти курсы будут расписаны на сайте сити-класса. Да, сейчас там тоже есть даты, которые уже, ну, там добавятся даты как раз летние. Сити-класс приглашаю с удовольствием, потому что искренне считаю, что Наталья основатель, и вообще компания, которая действительно дает возможность, у них всегда лучшие эксперты, всегда, я сначала всегда была клиентом сити-класса, и до сих пор я хожу. То есть вы ходили на мастер-класс? Да, и всегда хожу, потому что я считаю, что они лучшие, потому что то, что они делают, это вот возможность быстрого образования у экспертов по доступной цене в моменте, это просто потрясающе, я им восхищаюсь, и я считаю, что это очень большая миссия, то, что они делают в мир. Вот, поэтому с удовольствием всех жду на лекциях в сити-классе, и обязательно, да, будут рады видеть. А мы ждем не только лекции в сити-классе, но и ждем обещанные, друзья, 100 книг от Екатерины. Большое спасибо специалист по стратегическому управлению, развитию, эксперт сити-класса, ну и писатель Екатерина Кармак была на стране ФМ. До новых встреч, пока. Спасибо.